И вот его тоже, значит, пришли и забрали. Он сказал только матери, она девчонка еще была, что ты, говорит, не верь ничему, что будешь про меня говорить. Ну, это очень странно слышать, что какая-то спецслужба может получить по шапке, если честно. Да, это нам странно слышать. Я себе такого не представляю. Бросают стаканчики, и эти бедные наши хрустальные ОМОНовцы, они ужасно переживают, страх испытывают, боль испытывают от стаканчика. Здравствуйте, Юрий Накентьевич. Предлагаю вам сегодня поговорить об иностранных агентах. Вот о том, что это за понятие, как оно реализуется. И начнем мы, наверное, с очень известного закона американского ФАР. Расскажите о нем, что в это понятие входит. Ну, я сейчас не возьмусь в английской транскрипции сказать, что такое ФАРа, чтобы не корежить уши тех, кто английский язык знает. Значит, в 1938 году в Соединенных Штатах Америки был принят закон по ограничению деятельности, так сказать, организаций, которые объявляют агентами. Чем был вызван этот закон? Значит, в 1938 год нацистская Германия вела активную везде работу. И в частности, в Соединенных Штатах Америки они лоббировали свои интересы нацистских фирм, организаций, чтобы получать деньги из Соединенных Штатов Америки и так далее и тому подобное. Значит, американцы усмотрели в этом опасность для демократии Соединенных Штатов Америки. И в целях защиты демократии придумали этот закон для того, чтобы любые иностранные лоббисты не могли бы лоббировать интересы, противоречащие интересам Соединенных Штатов Америки, ее безопасности и защиты демократии. То есть вот давайте запомним все. Этот закон не распространялся на общественные организации. Этот закон распространялся фактически только на какие-то группы людей, которые лоббируют интересы иностранных государств в противовес интересам Соединенных Штатов Америки и основам демократии. Вот основное содержание закона Фара. Значит, наш мудрый президент рассказывал сказки про то, что такое, что этот закон принят в Америке, и вот в Америке этим законом пользуются вовсю. И вот наша гражданка, сейчас не вспомню ее имя и фамилию, была арестована и подвержена там тюремному заключению. Ее вот недавно привезли. Но эта девушка натурально занималась сбором информации о деятельности американских фирм. То есть это был явно выраженный агент, представлявший интересы Российской Федерации и противоречил интересам Соединенных Штатов Америки и устоям демократии. Поэтому совершенно естественно с ней так обошлись. Но он там рассказал, что ее там жестоко пытали, там еще что-то. Все это чушь с ней обходились. Вполне нормально. Я в Соединенных Штатах Америки был. И был, кстати говоря, там с экскурсиями и в пеннистарных системах. И был под Вашингтоном горы, господи забыл. Там мы были в следственной тюрьме. Это, конечно, тоже не бог весь какое место. Ну, американцы с нами все время соревнуются по числу заключенных. То мы их обгоним, то они нас обгонят. И там, значит, вообще-то, говорят, содержание заключенных тяжелая вещь. Но вот эта дамочка, она как раз содержалась в вполне приличных условиях. Ее там никто не помещали. Ее там с уголовниками там или еще где-то там. Все было нормально с ней. Так что это изобретение Путина тоже, значит, не имеет ничего общего с реальной действительностью. Еще раз я подчеркиваю. Американский закон Фара не распространялся на общественные организации Соединенных Штатов Америки. Американский Фемида не может объявить ни одну общественную организацию агентом там или еще кем-то. Это чушь собачья. Ну вот, пожалуй, все про этот закон, если нет вопросов больше. Вот переходя от такой истории уже к нашей действительности. Вы как человек, который был подвержен, скажем так, влиянию вот этого нашего закона об иностранных агентах. Расскажите, как он интерпретируется у нас вот на данный момент? Ну, значит, у нас, он уже так видоизменился. Но я начну с того первого посыла, который был. Значит, если организация получает деньги из-за рубежа, то она, значит, и занимается политической деятельностью, то тогда она объявляется агентом. Организация, выполняющая функции агента. Ну, я сейчас не буду касаться того, что этимология слова агент особая в России. У нас агент это, я не знаю, вот со сталинских времен, агент это враг народа сразу, с порога. И вроде бы, так сказать, сейчас, если нашу организацию какую-то общественную признают выполняющую функцию агента, то она сразу, как бы, получает отпечаток вот нечто враждебного по отношению к родине. Значит, в действительности все обстоит совсем не так. Ну, для начала, значит, как, что такое гранты зарубежных стран, которые выполняются? Значит, все общественные организации зарегистрированы в Минюсте, и в уставах этих организаций сформулированы цели и задачи, которые она преследует, эта организация, так сказать, занимаясь общественной деятельностью. Дальше эта организация ищет источники существования. Она смотрит какие-то международные гранты, там, национальные гранты каких-то стран, и смотрит, какие они удовлетворяют, так сказать, потребности. Они обращаются с заявкой на выдачу гранта. И еще конкурируют. Много организаций хотят получить грант, там, от той или иной организации. Не организация, которая дает грант и бегает за общественной организацией. Возьмите деньги и делайте там мерзости такие-то. А мы их просим дать нам деньги на выполнение уставной деятельности, которая зарегистрирована в нашем Минюсте и признана вполне законной деятельностью. И так или иначе, вот мы получали какие-то гранты, и на эти гранты, которые там в конкурсной борьбе выигрывали, выпрашивали эти гранты, они за нами бегали, я еще раз повторяю. Ни один грантодатель не прибегал к нам с деньгами. Ну-ка, говорит, сделай что-нибудь быстренько там. Не было такого. Все наоборот. Значит, это вот изобретение Минюста, которое вот это рассказывает. И дальше. Политическая деятельность. Ну, строгого определения, так сказать, политической деятельности нигде особо нет. Поэтому в отсутствии строгого определения этому можно придавать как бы любой смысл. Хотя общемировая практика под политической деятельностью понимает деятельность по тому или иному способу принятия участия во власти, достижения власти. Вот, например, партийные организации, они занимаются политической деятельностью с целью прийти к власти. Никакая общественная организация к власти не стремится и не собирается вступать. Поэтому по этому критерию считать организацию, занимающуюся политической деятельностью, это чисто русское изобретение, минюстовское, наполненное в первую очередь глупостью. Но они не стесняются своей глупости, потому что их задача прекратить деятельность общественных организаций, которая раздражает их тем, что общественные организации не хотят мириться с теми или иными безобразиями, которые творит власть. То есть, по сути, минюст утверждает какую-то деятельность организации. И потом, если вдруг организация получает деньги из-за рубежа, которые в России никто дать не может, она признается агентом. Совершенно верно. Отлично. Вот вы сами сказали, в трактовке иностранного агента, вот в России это очень размыто. В принципе, у нас вот такая система, что одно можно сказать и так, и так. Ну, в плане законов или каких-то... А, это всегда прекрасно для власти, когда можно говорить и так, и так. Значит, можно наполнить нужным содержанием, по сути дела, любой тезис, который где-то там как-то сформулирован невнятно, и трактовать его в пользу интересов службы безопасности нашего знаменитого ФСБ, МВД. Но у нас там куча этих силовых структур, которые интересуются всеми этими событиями. Так что, такая вот история. А дальше, вот все понятие вот этого иностранного... Выполняющая функцию иностранного агента наполнялось все время дополнительными смыслами и добавками. Ну, через какое-то время, значит, кроме общественных организаций, их там чуть не 80 объявили агентами, многие прекратили свою деятельность, некоторые видоизменили свою деятельность, там как-то, так сказать, ушли от общественной организации, создали там различные «оно» и прочее. Вот. И как-то там продолжают свою деятельность. Ну, конечно, самый большой удар пришелся на правозащитные организации, потому что они больше всего раздражали власть, потому что нарушение прав человека – это основное, чем занимаются наши власти. А когда им мешают это делать, они объявляют тех, кто им мешает, агентами. Очень печально учесть вот мемориала, если вы знаете, да, когда там, значит, и председатель правления мемориала, там, Черкасова, там, и без конца штрафуют, общая сумма штрафов им уже пришла на 3,5 миллиона. Они там подают в суды, там, ну, ясно, наша судебная система, она никогда не встанет на сторону. Наш суд, если мы с вами будем судиться, он еще может посмотреть, кто из нас прав там и найдет более-менее справедливое решение. Но если вы судите с государством, ваши акции, так сказать, практически равны нулю там. Государство всегда выигрывает суды. Ну, вот, кроме мемориала, еще такие организации есть, которые продолжают свою деятельность или прекращают свою деятельность. Ну, вот, солдатские матери Петербурга, они, например, отсудили, потому что они-то не получали денег из-за границы, им никто не давал. Они жили там на какие-то сборы с родителей, там, еще кого-то. Ну, и они уж точно политической деятельностью не занимались. Разве можно назвать политическую деятельность защиту прав военнослужащих? Причем военнослужащих, они же защищали не только рядовых там, которые попадали там. Ну, они же офицеров защищали. Ну, и наша организация, у нас был ряд проектов, финансируемых, кстати говоря, тоже из-за рубежа, когда мы защищали права офицеров. У офицеров же тоже несладкая жизнь. Их там с жильем парят, там, еще чего-то там. Выслугу лет там, когда, могут, человек 24 года отслужил, его увольняют, вот там, у него срываются там всякие там... А это чтобы не платить им деньги, там, пенсии не платить, жилье не давать и так далее. Находят какую-то провинность небольшую и пей, так сказать, по полной программе. Счастье, значит. И вот мы занимались тоже защитой прав военнослужащих. Выпускали книжки им специальные, так сказать, которые, ну, по сути дела, были инструкциями для них, как офицерам защищать свои права. Ну, вот это тоже у нас признали политической деятельностью. Так что это... Расскажите... Теперь я сейчас еще добавлю. Практически все более-менее серьезные экологические организации, которые пытаются защищать природу от промышленных всяких корпораций, которым добыча денег важнее, чем все остальное, значит, это выдается за лоббирование интересов конкурирующих иностранных фирм, значит, там с нашими фирмами, значит, и пресечения нашей деятельности, мол, наших организаций на почве экологии. Значит, это тоже чушь собачья. И практически все более-менее серьезные экологические организации, они тоже объявлены организациями, выполняющими функцию агенты, и они вынуждены там либо прекращать свое дело, либо видоизменять свою деятельность. Конечно, там не все гладко получается, и в этих организациях, и в борьбе не всегда все правильно получается. Но что вот известные сейчас истории, значит, вот с этими хвостами там радиоактивными, которые ввозят к нам, значит, и тут, значит, устраивают скандал, ну, вот это больше всего, и даже вот уважаемый мной Боря Вишневский там напутал, они там приехали в аэропорт, то есть в порт, где это все грузят, и вот, значит, там же он пришел сначала, последний раз этот, он в Кронштадте стоял, и потом пришел в наш порт. Но пока он стоял в Кронштадте, наши бойцы решили, что из-за того, что Путин у нас. Но там это частные организации, и Росатом, и организация, которая из Германии поставляет это нам, это частные организации. И порт – это тоже коммерческое предприятие, в котором, если назначено время на разгрузку вот этого судна со Сталькита до Сталькита, президентам или непрезидентам абсолютно на это наплевать. Вот судно должно зайти, и там с 12 дня до 12 ночи должно быть разгружено. Вот они и разгружали, в соответствии с этим графиком, никак не связывалось это с Путиным там и прочее. Ну, там многое проверено, вообще, говорите, контейнеры, они изготовлены в Америке все, у них 7-сантиметровые стенки, значит, люки, все это задраено, и никакой там утечки радиации нет. Поезд, который повезет, это тоже там идет специальным сопровождением, то есть перед ним идет, сначала проходит какой-то тоже контрольный поезд, и за ними идет, чтобы ничего не было. Ну, то есть какие-то меры предусмотрены для защиты. Спорный вопрос вообще, брать, не брать, это другой вопрос. Но процедура пока соблюдается так, как это надо. Это вот тоже, так сказать, опять агенты, экологи. Право, не право. Любая организация в деятельности своей может ошибаться, эти ошибки могут быть, ну, исправимы. Как правило, фатальных ошибок не бывает в деятельности общественных организаций. И разумные организации всегда признают свои ошибки, и всегда их стараются исправить, независимо от того, как о них думает власть. Расскажите чуть больше о вашей организации. За какую деятельность признали ее иностранным агентом? Вот какой организации? Потому что я был очередителем четырех организаций, которые признаны, значит, организациям, выполняющих функции агента. Ну, первая организация – гражданский контроль. Но тут надо понять следующее. Я был зампредседателем в этой организации, но мне уже лет, вы видите, много. У нас там подросла молодежь. Вот когда умер председатель наш, Боря Пустынцев, мой друг, ну, мы заранее начали готовить смену себе, и у нас сейчас там заменили, значит, я практически рядовой член, я туда практически очень мало и захожу, то это по старым хвостам по каким-то я туда звоню, ну, они меня приглашают там на всякие события свои. Вот. Это гражданский контроль. Задача гражданского контроля, она, конечно, сформулирована была, вот когда мы ее 25 лет назад практически учреждали, эту организацию, там написаны были очень неприятные для власти, но тогда были, ну, как сказать, либеральные или там вообще времена, когда устав этот там с трудом, но прошел. Его зарегистрировали там, не сразу, очень сложно регистрировали, но он как раз стал тогда управлением юстиции в Петербурге заниматься на Володске, он там, скажем, почитал все это, мы с ним поговорили, и он дал команду зарегистрировать. А так мы что-то чуть не полгода ходили, переписывали устав все временно, и там, значит, смысл заключался в том, что у нас в целях уставной деятельности было записано буквально следующее, и так и есть сейчас там, содействие становлению общественного и парламентского контроля за деятельностью спецслужб в части соблюдения прав человека. Ну, это очень скользкая дорожка. Да, ну вот это уставная деятельность, она прописана, она не убрана из устава, она зарегистрирована и признана вполне законной. Естественно, что реально мы сейчас не пытаемся содействовать парламентскому контролю, потому что нашему парламенту, когда и контролировать это, это попадет у нас там в контролера Жириновский или еще кто-то там. А общественный контроль, ну, сейчас практически уже это ничего не удается. Хотя в начале деятельности на наши мероприятия приходили товарищи из Литейного-4, принимали участие в наших мероприятиях, спорили. И у нас есть стенограммы наших конференций, где они, значит, выступали, возражали, соглашались. Было довольно интересно. Вот. Они, ну, не очень хотели. Ни одна спецслужба не хочет, чтобы ее контролировали. Ну, так случилось, что в 93-м году, вот когда у нас был этот самый, 91-м или 93-м, когда был ПУЧ, этот самый там, стрельба была у Белого дома, в этот день я был в Москве, и была там конференция КГБ вчера-сегодня-завтра. Его Григориянц такой проводил. И в перерыве этой конференции, значит, показывали фильм про события в этом самом, во время военных действий в Пригородном районе, это где-то там в Осетии. Все видели этот фильм, а я не видел. Я пошел в кинотеатр, там несколько человек все сидело, ну, там в этом самом, в доме журналиста это в Москве проходило. Ну, а когда фильм кончился, я вышел, никого нету, все, оказывается, побежали на этот самый, к Белому дому. А по телевизору идет прямая трансляция. И здесь сидел, вот я не знаю, говорит вам об этом, Уильям Колби такой человек, начальник в отставке, директор ЦРУ. А он приехал на конференцию эту, как и бы вчера-сегодня-завтра. Никого не было там, кроме меня, кое-как по-английски имеющего изъясняться. И вот я ему объяснял, что происходит, по телевизору показывает. И вот он мне тогда сказал, что, вот он сказал, что все спецслужбы хотят быть бесконтрольными. Это устроило все, вот это, что ваше КГБ, говорит. А то КГБ ваше отличается от ЦРУ только тем, что ЦРУ только так или иначе находится под контролем. И он рассказал, под каким контролем находится ЦРУ. Но мы потом это еще изучали у себя в организации. Значит, ЦРУ имеет как бы доверение к нескольким членам парламента, Сената и Конгресса. Там по два, что ли, или по три человека. И из одной партии, из другой партии. В результате там пять человек образуются в этой группе. Они там, руководители, каждый год меняются. Они взяли на себя обязательство не разглашать тайн, которые к ним попадают, потому что они работают непосредственно с ЦРУ и с ФБР. С другой стороны, ЦРУ и ФБР, они, значит, вот, им дают вот кредит доверия вот этот. Они им предоставляют ту информацию, которую они запрашивают. И, значит, есть механизм, который защищает эту информацию от разглашения. Но эта группа может выйти, допустим, с таким заявлением в Конгрессе, что вот, ну, я сейчас фантазирую, это называю, операция, которая проведена Центральным Разведывательным Управлением в октябре такого-то года или в такие-то месяцы в Никарагуа не соответствует интересам безопасности Соединенных Штатов Америки. Из этого следует, что в бюджете ЦРУ следующего года вычитается сумма, истраченная на эти цели. Ну, это очень странно слышать, что какая-то спецслужба может получить по шапке, если честно. Это нам странно я себе такого не представляю. Ну, я достаточно знаю, что в ФРГ тоже достаточно строго это все. Ну, не знаю, там мы пытались, то, как это в ФРГ устроено, мы даже ездили в Германию и пытались там, скажем, с ними разговаривать, и там даже на нас выходили какие-то специальные люди, которые хотели завязать с нами некие неформальные отношения. То есть, это тоже довольно любопытно все. Ну, вот так устроены эти службы безопасности, взаимоотношения служб безопасности с общественностью, значит, и поэтому, там, скажем, наша федеральная служба безопасности, она, конечно, абсолютно бесконтрольна в своей деятельности, абсолютно творить может произвол, и ничего не боится, и когда какие-то там общественные организации пытаются в это соваться, она ведет себя без... Ну, вы последние знаете истории там и с людьми от Навального, там, и парни какого-то сейчас вот у них этот самый из штаба Навального отправили, ночью выломали двери, причем это не военкомовские были люди, а ФСБшные, и спецрейсом на Новую Землю отправили, когда военнослужащих возили в армию спецрейсами, вязали, когда надо было, как везли, а тут одного человека в сопровождении конвоя из ФСБшников привезли на Новую Землю, и никто не знал сутки, где он находится, так что, что творят, что хотят, то и творят, гражданский контроль по итогу, когда его признали иностранным агентом, поменял свои функции? Ну, как вы говорите, функции не меняли. Мы оставили, мы оставили, значит, устав нетронутым, значит, согласились с тем, что мы, что они считают нас агентами, ну, мы указываем это на сайте или на каких-то своих публикациях, мы пишем, что по мнению Минюста, мы иностранные агенты, но фонд организации выполняет. Мы-то с этим не соглашаемся, поэтому мы пишем, что по мнению, но их это устраивает. Значит, конечно, сложности есть, потому что Минюст признал целый ряд организаций и фондов, которые давали деньги нежелательными, вы знаете, это тоже, они признали целый ряд международных организаций и фондов, которые давали гранты, там, начиная с фонда Сороса, там, и так далее, значит, нежелательными организациями и запретил их деятельность у нас. То есть, они не могут давать нам гранты. То есть, получение грантов и денег чрезвычайно сложная теперь ситуация, но она приводит к тому, что уменьшается фонд заработной платы, например, уже не получаю, ну, я на пенсии, ладно, там, я не получаю зарплаты ни в одной общественной организации, но какую-то деятельность делаю, там, значит, как, ну, молодые люди, им труднее, у них там семьи, но они тоже пытаются там, некоторые подрабатывают где-то еще что-то и совмещают свою там работу в гражданском контроле, там, или в других общественных организациях, с работой на каких-то предприятиях, организациях, там, полставки или как-то, ну, как-то жить надо, трудно, ну, я-то, вот, Саша Шишлов тут как раз говорил, что оптимист, кто пессимист, вот, я оптимист, я, честно говоря, верю, что наступит какой-то момент, когда все эти законы об общественных объединениях, выполняющих функции агентов, их отменят, а тех, кого объявляли агентами, вообще говоря, будут вспоминать с благодарностью, но я не скажу, что ордена давать будут, но вспоминать будут как людей достойных, в этом я абсолютно твердо убежден, но эволюция вот этого законодательства об общественных объединениях, оно, конечно, ужасно, потому что вслед за средствами массовой информации, которые получали так или иначе финансирование из-за рубежа, значит, и объявленных тоже агентами, ну, все эти, вот, радио Свобода, там, я не знаю, Эхо Москвы, там еще как-то выдерживается, значит, там еще какие-то организации, Голос Америки, немецкая волна, там, они все объявлены, так сказать, агентами, они, значит, ну, здесь остаются их фрилансеры, которые там дают им информацию, но они чесали репу в Минюсте и теперь придумали, что и на частных лиц может распространяться положение о физических лицах, выполняющих функцию агента. вот это как раз и похоже на ранний Советский Союз, когда физические лица могли быть иностранными агентами. Вам не кажется, это просто ужасной тенденцией, то есть, просто возвращением... Нет, конечно, это все тенденция тоталитарного государства, конечно, они отследить деятельность всех физических лиц и кто не смогут, но прицельно это можно осуществлять над любым человеком, который им по тем или иным причинам не понравится. Я думаю, что меня уже трогать не будут в силу преклонного возраста, хотя запросто можно тоже, но что мне можно сделать, если я... А штрафовать меня? Ну, что они с моей пенсией штрафуют, а не меня? Конечно, они могут там счета закрывать, там еще что-то, ведь они, вот, скажем, людей, кого они объявляли там в общественных организациях, выполняющих функцию агентов, они ведь закрывали счета лицевые, и человек не мог ни зарплату получать себе там, ни снять денег на то, чтобы есть, пить вообще, черти что, ну, они вообще финансовую сторону взяли, видимо, за основу, потому что как удушить, вот так не удушаются, а вот финансово удушить уже можно людей прилично. Но, тем не менее, ведь человек может получить реальный срок за такую деятельность сейчас? Нет, срок пока еще за эту деятельность не дают. Я думал, уже есть такое. Нет, значит, дают за какие-то деяния, ну, например, человек, судят за перепосты каких-то очень враждебных. Я про это и говорю. Это скорее экстремистская деятельность. Да. Они это покрывают представлениями о законе о прекращении и о борьбе с экстремизмом. И этот закон оказался потрясающим совершенно законом, направленным против демократических тенденций в обществе. То есть, его можно, грубо говоря, применить к кому и к чему. Да. Теперь, значит, закон об оскорблении чувств верующих этим законом пользуется. Теперь уже, значит, пока условно дали срок, я не помню, в каком городе, человека за то, что он перепостил там что-то насчет религии, там что, засомневался, что Бог есть. То есть, у нас сейчас могут тебя посадить за то, что ты неверующий. Но если ты это будешь еще там рекламировать, ты оскорбляешь чувства верующих тем, что не веришь. А вот чувства мои неверующего там, скажем, не оскорбляются. За это никого не посадят. Ну вот, а вы как человек, который большую очень часть своей жизни прожили в Советском Союзе. И особенно уже находясь в сознательном образе, в возрасте застали время Сталина. Конечно. Расскажите немного об этом. Значит, должен вам сказать следующее, чтобы не было особых, так сказать, поводов для хвостовства. Я практически вот верил всей той фигне, которую про Сталина говорили и там, как мы жили. Значит, как-то вот сторона репрессии, она проходила, и радиостанции слушали мы там, «Голос Америки». Но я, честно говоря, думал, вот клевещут, сволочи. Там рассказывали о восстании в лагерях, я помню, по какому-то... Потом уже узнали, что действительно были восстания в лагерях, их там танками давили, при Сталине, значит. Вот. Но это все потом. И, честно говоря, в 1953 году, когда он, так сказать, отбросил копыта, первый человек, который сказал что-то плохое про Сталина, это была мама моего друга, одноклассника. Она латышка. И ее отца, а он был латышский стрелок. Это тоже не бог весть, какое достижение, они же ведь сволочи были по большому счету. Но их сама машина и сожрала многих. И вот его тоже, значит, пришли и забрали. Он сказал только матери, она девчонка еще была, что ты, говорит, не верь ничему, что будешь про меня говорить. Ну, и в какой-то книге была заложена папиросная бумага с напечатанным письмом Ленина о Сталине, как человек, который сосредотачивает в своих руках непомерную власть, и надо продумать, как его переместить, потому что он груб, не лоялен к друзьям и так далее и тому подобное. Вот это письмо, которое завещание Ленина считается, вот она была это. И вот она, когда я пришел, мы 9 марта Сталина хоронили, и мы ходили там на улицу, там, где станция метро, площадь Восстания, метро еще не работало, но вот метростроевцы поднялись наверх, все провозы на московском вокзале, гудели. Ну и потом, значит, вот его, когда похоронили, мы пошли, пошли домой, я пришел вот домой, и тетя Эмма его там с ребятами, вот я тогда и сказал, какой великий человек, как жалко, как вот такое глыбое. Она говорит, какой он великий, она сорвалась, говорит, это убийца, говорит. И тут же испугалась. И, говорит, забудь, что я сказала. То есть этот страх до сих пор сидел в человеке? Конечно, в 53-м году еще сидел, будь здоров как. И только потом, ведь после того, как Сталин умер, через несколько дней вот все газеты, имя Сталина исчезло из газетных страниц. То есть до этого в 49-м году Сталину исполнилось 70 лет. И до 53-го года, до его кончины, все время колонка была там в газете «Правда», какие подарки, кто присылал Сталину на день рождения. В Москве был музей подарков товарищу Сталину на 70-летие. То есть все-таки общество было скособочено наглухо. И сталинская эпоха, она, конечно, извратила сознание очень многих людей и не случайно сейчас до сих пор есть большое количество людей, которые оценивают деятельность Сталина положительно, а репрессии, ну, что же, другого выхода не было. Более того, это количество растет. я видел статьи. Я единственное, что по этому поводу думаю, что это, в конце концов, не очень далекие люди и это долго не продержится. Дело в том, что они же ведь ассоциируют себя только с теми, кому при Сталине хорошо жилось, кто при Сталине мог там достигать чего-то. А фактически вот Боря Гребенщиков хорошо сказал, что говорит, Сталина любили те, кто получал квартиры тех, кого посадили. Это действительно было так. Вот. А с другой стороны Давлатов, знаете, конечно, он написал, конечно, сволочь была Сталин, редкостная, но кто написал там 4 миллиона доносов. То есть извращенный народ был, развращенный вот этой сталинской эпохой, это, конечно, ужасные последствия до сих пор на генетическом уровне у нашего народа. То, что сейчас вот молодые люди, которые вообще не слышали, не видели ничего, они верят каким-то россказным, что при Сталине было хорошо жить и что был порядок на фоне разгула, коррупции и прочее, действительно, там, Сталина бы навести порядок. А они только забывают, что там, когда лес рубят, щепки летят. Вот они щепками-то могли стать в любой момент. Что касаемо коррупции, так она при Сталине была громадная коррупция, больше того, ему нужно было, чтобы у людей была коррупция, потому что он всех, кто так или иначе замешан в чем-то, держать в черном теле. Он же держал все ЦК КПСС, ВКПБ, значит, в черном, потому что они все чего-то там где-то натаскали, и он знал, что любого из них он в любой момент может прихватить. Но, опять же, это ведь очень связано. Почему я спросил про Сталина? Это очень связано с иностранными агентами. Конечно. То есть, если во времена Сталина... Это отрыжка, вот, и вся история с иностранными агентами, это как раз отрыжка сталинской эпохи, которую Путин переносит сюда, так или иначе, отождествляя себя и свою деятельность с деятельностью Сталина, там, собирать земли, там, еще чего-то, великую державу творить, когда мы становимся державой третьего мира уже и в развитии экономики, и во всем. Мы полностью провалены. Все деньги, которые надо было вот в этот Крымский мост всадили. Значит, совершенно непонятно для чего там. Потому что, когда Крым был украинским, вы все могли поехать в Крым в любой момент, еще приезжали и могли там отдыхать и что угодно делать, и еще с русскими деньгами вы там были как миллионеры вообще. Теперь ничего этого нет. То, что там рассказывают, что там ажиотаж в стремлении поехать в Крым отдыхать, чушь собачья, и вот они-то в этих поездах собираются перевозить там что-то чуть не 14 миллионов человек в год, я сомневаюсь, что там будет какое-то количество людей, которые будут ездить. Я думаю, эти поезда будут ходить пустыми или будут их грузить там военными отпускниками, которым нельзя за границу ездить. А сейчас расширяется количество людей по тем или иным причинам, которых выпускают за границу. Хотя здесь тоже иллюзии не надо строить, потому что статистика она упрямая. Там заграничные паспорта есть там чуть не у 20% всего населения, а 80% населения ни в какую за границу не ездят ни по финансовым соображениям, ни по каким другим. Ну, как раз особенно по финансовым. Да. А кто ездит, то большинство ездят на эти курорты отдыхать, и они ничего не видят, как эти страны живут и как работают. И в этом отношении очень хорошо снял фильм Дудь Антоха из Магадана. Посмотрите его. Вы, наверное, видели его фильм про Магадан вообще, Про Колыму, да. Про Колыму. И вот там у него водила была Антоха, который его возил там везде. И он, этот Антоха нигде не был там в Европе никогда. Дудь нашел деньги и отвез это в Антоху на другой конец света в Португалию и Испанию. И он там в течение месяца ездил и смотрел с ним эту Испанию и Португалию. Тот первый раз в жизни в Европу выехал и видел все, что там происходит и сказал, что теперь вот приедет сейчас в Магадан, будет надрываться как угодно, но через год, через два обязательно свезет семью в Европу. Говорит, куда, не знаю, но, говорит, поеду в Европу. Он там был потрясен дорогами, которых у нас нету до сих пор. Потрясен был там... Ну, особенно в Магадане. Да. Потрясен магазинами, потрясен там, значит, уровнем жизни вообще всем. Вот. Так что, ну, как вот сталинская эпоха, конечно, она... Мы жили за железным занавесом. Мы вообще не знали ничего. Был твердо убежден я, что в Америке все время экономический кризис, что там люди дохнут от голода, что там ужасно все. А что сейчас? Вот Киселев рассказывает, что в Америке очень плохо жить, что там умирают голодные там и все и прочие бездомные там и прочие. Ну, там действительно есть категория людей бездомных. Климат такой, что там где-нибудь в Сан-Франциско, я был в Сан-Франциско, там довольно много этих самых бомжей, которых абсолютно не интересует. Они там на какие-то подачки живут, на талоны на еду им дают там еще чего-то. Ну, у людей полная внутренняя свобода и независимость. Он ничего не... От него ничего не зависит. И у него ничего не зависит. Ну, есть категория... У нас же тоже вот бездомные... Вот у нас есть в правозащитном совете люди, которые занимаются бездомными. Вот они и с Сашей сейчас работают с бездомными, которых в Санкт-Петербурге по разным оценкам насчитывается там до 40 тысяч человек. Они живут... Зимой самое тяжелое время для них. Они замерзают, умирают. Там делают им места, где их кормят. Суп горячий дают иногда переспать где-то. Устраивают их. Но большинство из них и не стремится изменить свой образ жизни. Потому что вот некая такая внутренняя безответственность, она для многих комфортна. Ну, это в принципе черта русского человека. Это не только русского человека. Вот как я говорю. Ну, в Америке больше всего, конечно, цветные там вот. Пуэрториканцы, чернокожие, значит, они вот, мексиканцы, они очень много у них вот этих бомжуют, что называется. Ну, там им легче климат, зимы не бывает такой, как у нас. Ну, в советское время, как бы так сказать, такая категория людей тоже была, но их только собирали и отселяли куда-нибудь там на 101 километр. И там подыхай как хочешь. Ну, я не знаю, знаете вы или нет, что на острове Лаам, например, во время послевоенное, где-то к 49-му году, вот, Сталин дал указ убрать всех инвалидов с улиц. Их перевезли на Валаам. И там они на Валааме умирали. Причем там же были люди, которые там рук теряли, ноги теряли там, некоторых просто в мешках висели, их там кормили как-то. Ну, в общем, это все известно тоже, если в интернете пороетесь, найдете информацию об этом. То есть это были ветераны войны? Это были участники войны, инвалиды войны, получившие, выглядевшие так, что они вот их не на костылях даже ходили, а вот катались на таких, на роликах. Он без ног, у него доска, он на этой доске там привязан, значит, вот катался там, милостину собирал. Ужасно все это было. Я помню, это после войны было, потом вдруг раз и не стало, чтобы не портить настроение людей, идущих к светлому будущему, к коммунизму. У нас должна была быть радостная все время атмосфера, а инвалидов надо убрать, чтобы они не портили эту радостную атмосферу. Ну, что по поводу того, что вы говорите, по поводу иностранных агентов, единственное, на что остается надеяться, это чтобы вот сейчас это даже в меньшей степени не повторялось, как это было тогда? Ну, пока это не приняло такого оборота, хотя, с другой стороны, сейчас с борьбой с экстремизмом, вот сколько молодых людей там эти бросают стаканчики, и эти бедные наши, хрустальные ОМОНовцы, они ужасно переживают, страх испытывают, боль испытывают от стаканчиков, и их немедленно, значит, там, как там, где-то тут парня еще вот сейчас судят, сегодня мы должны были вроде выносить приговор, когда он вроде бы ОМОНовцу еще в первые в эти года, в первые протестные акции, он там кинул этот самый железный, ну, толкнул железный этот самый, и он как-то задел этого ОМОНовца, но он три года молчал, а через три года вспомнил, что ему было очень больно, и он очень сильно испугался. Ну, популярное явление в последнее время. Да, но тут с другой стороны есть еще одна тенденция, некоторые уходят из ОМОНа из-за этого, потому что они не хотят просто летать, да, увольняются, правда, их жизнь потом не очень простая, тоже им там начинают платить за это, но уходят люди. Это хорошая тенденция, это все-таки есть хорошие честные люди у нас. А сталинские тенденции ужасно на самом деле вот осознавать, что забитая голова вот этим бредом значит она до сих пор не очищается. Пальмир Итальянци был такой итальянский коммунист. Он, когда умер Сталин, его очень у нас не любили, потому что он был как бы ну резкий такой был коммунист, но не совсем нашего направления. Он сказал, что эпоха Сталина еще, говорит, лет 50 будет беспокоить Россию. Я тогда смеялся над ним. Как это 50 лет, что там, все забудем? Не забыли, больше 50 лет прошло. Это в гены въезжает. Не знаю, как от этого избавиться. Единственное, что вот сейчас вот молодежь, которая, вот вы говорите, она там интересуется и поддерживает Сталин, она все-таки это формально к этому относится, она не понимает, что такое. И здесь ничего другого, кроме просветительской деятельности, помочь не может. Другое дело, что сейчас все делается для того, чтобы просветительской деятельности об эпохе Сталина не было. Все, что там пытаются представить. ну вот теперь 1939 год, пакт Молотова-Риббентропа. Что такое пакт Молотова-Риббентропа? Дележка Польши. Нет, не просто дележка Польши. В следствии пакта Риббентропа-Молотова была дележка. Пакт был принят за неделю до 1 сентября, 23 августа, был подписан. Через неделю началась Вторая мировая война. По этому протоколу, секретному протоколу, мы с Германией поделили мир на сферу влияния, наши и их. Они будут строить свои порядки в зоне своих интересов стран на основе расовой теории, а мы облаготворительностью будем на основе социального неравенства строят благополучие стран Восточной Европы, как правило. Это Прибалтика, Финляндия, Польша поделенная, Западная, Белоруссия и прочее. 1 сентября Германия начала войну. Мы на стороне Германии вступили в войну 17 июня, то есть 17 сентября. Мы вошли в Польшу с другой стороны. Мы на своей стороне собрали там 20 тысяч офицеров, интернировали их и расстреляли. Катынь. Значит, в трех местах расстреливали этих. Мы долго отнекивались, что это не мы, что это немцы. Мы долго отнекивались, что и протокола секретного не было, что это все фальшивка. А теперь Путин говорит, что это был блистательный ход дипломатии Советского Союза, принятие пакта Риббентропа Молотова и там то, что мы начали войну, он не признает. Он говорит, что Польша начала войну и нашел документы, что поляки хотели поставить памятнику Гитлеру при жизни за то, что хотел решить еврейский вопрос переселением евреев в Африку. Но известно, что в Польше был очень сильный антисемитизм. Куда от этого деваться? Страшный антисемитизм был в Литве и Латвии и в Эстонии в меньшей степени. Но был страшный. Вот, я не знаю, посмотрите фильм про Литву и про антисемитизм литовский. Истоки и смыслы, какие противоречия там были. Холодная танго. Посмотрите этот фильм. Холодная танго. Это жуткая история. Она реальная история. Как еврейский мальчик в Литве там скрывался там, значит, как его литовцы в конце концов в советское время, когда наступило, он выступал на стороне тех, кого прижимали евреев. Да, вот. И тех литовцев, которые сдавали евреев, он сдавал их в НКВД. Но сдавать литовцу в НКВД это тоже было предательство. Но в конце концов его и убили за это. Вот такая трагическая судьба. Это все эпоха сталинизма, которая несла в себе ведь известное дело, что Сталин перед тем, как он умер, он планировал, вот началась же антиеврейская кампания, безродные космополиты, когда сажали и перевозили евреев, увозили в разные места, сажали, посадили врачей, слышали, наверное, эту историю, да, вот, и потом всех освободили, вот, после смерти Сталина. Значит, он хотел решить еврейский вопрос, переселив евреев всех в Сибирь. И уже готовили эшелоны и все прочее. и лагеря готовились для того, чтобы евреев там разместить. Значит, закон о гостайне это один из неприятнейших законов с одной стороны. Конечно, гостайна подлежит сохранению. Если есть какие-то сведения, которые, разглашение о которых может принести вред стране, конечно, эти сведения должны быть сохранены. Но у нас практика применения, представляете, вы работаете в конторе, в которой есть сведения, составляющие государственную тайну. А я не работаю в вашей конторе. Но у меня появилась возможность какая-то, и каким-то образом я получил информацию о секретных сведениях, которые есть в вашей конторе. Я где-то это опубликовал. Меня привлекают к ответственности за разглашение гостайны. А я не знаю, что это гостайна или не гостайна. Не вас привлекают за то, что вы не сохранили в тайне гостайну, а меня. Хотя должны приглашать в первую очередь те организации, которые ответственны за сохранение гостайны. В результате у нас за разглашение гостайны было только одно дело, которое выиграно было. Если, может быть, помните или знаете, это дело Александра Никитина, подводника, которого арестовали за разглашение гостайны. Он вместе с норвежской организацией экологической выпустили доклад об опасности ядерного заражения, связанного с подводными лодками. Потому что на северном флоте куча подводных лодок потерпела аварию. И вот эти аварии подводных лодок, они либо хранятся в Северодвинске где-то, либо они где-то в затонувшем виде, как комсомолец затонул. И он опубликовал там значит его обвинили в разглашении гостайна. Сначала по трем главам из этого доклада он предоставлял информацию и получил колоссальный гонорар от этой организации из Осло 300 долларов. Ну тогда это конечно больше было, большие деньги были, но все равно это не плата за разглашение гостайна. и по сути дела он опубликовал этот доклад на основании открытых источников. И вот судебный процесс, который шел, значит тут во-первых большая удача была, что удалось его вытащить из тюрьмы, то есть из-под стражи. Это уже просто они судебные издержки, они не вовремя все организовали, а Юрий Шмидт был адвокат, он этим воспользовался очень грамотно, и он был освобожден из-под стражи, но на подписку о невыезде. И значит четыре года еще потом продолжался суд, судебные заседания, они были в Петербурге, в Москве, и вот значит на последнем заседании, на котором уже был вынесен оправдательный приговор, стол был в судебном заседании, ну метров десять выложена была литература, вся открытая, на основании которой были сделаны публикации. И вот в течение этого последнего заседания в конце концов судья ушел в комнату заседательную, вышел и значит зачитал оправдательный приговор. И вот когда этот оправдательный приговор он зачитал, обвинительным прокурором был Гуцан, он сейчас где-то в прокуратуре большой тост занимает, и этот прокурор пошел в комнату судейского, и там был Никитин, тоже зашел к нему после суда. И он значит с криком на этого самого Гуцана. Значит почему вы меня не предупредили, что вы будете делать оправдательный приговор независимому судья. Независимый судья ему сказал, так я и Никитину не говорил об этом. Но потом этого судью пришлось между прочим защищать, потому что ему этот оправдательный приговор поначалу стал проходить со сложностями его биографии, и тогда пришлось подключить международное судейское сообщество к его защите. Тогда от него отстали. Он сейчас вроде работает судьей в городском суде. Я сейчас не помню его фамилию. Но вот тем не менее вот есть. Все хорошо закончилось. Но вообще после Никитина ни одного оправдательного приговора не было. Следующим был такой Григорий Пасько. Это военный корреспондент, который служил во Владивостоке. И значит он его грех, из-за которого к нему пристали. Значит заряженные заряды всякие, которые там накопились, множество боезапасов было. их нужно было вывозить в море, в Японское, где-то там в двухстах милях от берега, там в глубину сбрасывать их. А эти ребята, чтобы сэкономить деньги, где-то четыре мили от берега их тут сбрасывали. А вы понимаете, одно дело там во впадине где-то эти боезапасы лежат, а другое дело здесь где-то там 20-30 метров глубина эти боезапасы лежат, любая случайность это все может взрываться. Ну вот это не понравилось, они к нему стали приставать и пристали они к нему в результате он сидел на военном совете, он как военный корреспондент присутствовал на военном совете и делал там какие-то записи. И вот в одной из записок он там что-то писал его обвинили в том, что он значит написал сведения содержащие государственную тайну о военных учениях, которые проходили там вот в какой-то период и потенциально мог передать эту записку эти сведения японской разведки. Ну да, все эти ситуации очень индивидуальные. Четыре года тоже Гришу судили, он в результате получил срок, но ему было зачтено то, что он был под стражей. До этого он после этого просидел два с половиной года во Владивостоке и потом перебрался сюда. И сейчас он в Москве, он был потом у нас главным редактором журнала экологии и права, и сейчас он там функционирует как-то в экологической сфере. Вот, но кроме этого там, значит, ну куча людей занимается, в основном сейчас этими делами такой адвокат Иван Павлов. И у него все эти шпионы, значит, в кавычках, они у него на учете. Ну вот, недавно, по-моему, Кондратов фамилия, 75-летний там, значит, чувак, который, которого обвинили в разглашении гостайны, в чем она выразилась, он искал себе приработок и предложил свои услуги в какой-то шведской фирме и для нее написал резюме и в этом резюме указал, что в какой-то период он работал в режим предприятия. Там написал предприятие, а почтовый ящик такой-то. Вот в интернете этот почтовый ящик есть, а написать о нем нельзя. И вот его, значит, посадили. Но надо сказать, что Иван Павлов организовал очень мощную общественную акцию такую там с протестами. Его в конце концов освободили и от ответственности. Но есть парадоксальные ситуации. Я не знаю судьбу этого человека, но не следил я за... Парень один придумал какой-то пистолет там, который лучше Стечкина, лучше Макарова там. что-то там с зарядами еще. И прицельный бой у него лучше. Он обходил все военные предприятия, предлагал, ну, ребята, выпустите, делайте. Ему все отказывали. В конце концов, где-то там узнали о нем в Южной Корее, из Южной Кореи к нему приехали какие-то ребята, продай патент. Он продал. Арестовали за разглашение в гостайна. Но это действительно парадоксально. Ну, и печальным, например, в случае, с которым я вот столкнулся, это два профессора из военмеха, которые ездили с лекциями в Китай в течение восьми или десяти лет, читали лекции там, по каким-то там. Они оба ракетчики и специалисты по ракетным шахтам. И вот, значит, они ездили. Ну, вы можете себе представить, когда они ездили, каждое слово их лекции, так сказать, проверялось перед выездом, согласовывалось там и прочее. Последний раз, когда они оттуда приехали, на границу у них отобрали все электронику, всю, компьютеры и прочее. Через десять месяцев, после того, как они забрали у них это все, их вдруг привезли и отвезли в Москву, в КГБ, ну, ФСБ. Они нашли у них в этом самом результаты исследований, которые они проводили по заданию Института теплофизики московского. Расчет газовых потоков при выходе ракеты из подводного положения в надводное. Это все описано в учебниках. Есть целые, так сказать, главы, проходят, студенты изучают это. Но вот они, когда этот договор заключали, он был десекретный. То есть, если я заключаю с вами с закрытым предприятием, я вам допуск приношу, что я расписываю, что я не буду разглашать никаких. Здесь ничего этого не было. И вот им дали одному 12 лет, другому 12 с половиной Афанасьев и Бобышев. Значит, 12 с половиной и 12 лет за разглашение гостайны. аргументы. Значит, что вот вы же понимали, что вот не веники фирма делает, а ракеты. Значит, надо было открытые работы. Нет, вы же, говорят, вот дали 12 с половиной и 12. Афанасьев, к сожалению, они оба получили, пока сидели в тюрьме. Там же еще беда какая. Вот эти профессора, они достаточно наивные были. Когда их привезли в Москву, их там прижали, там напугали, они там начали рассказывать все, и, по сути дела, они наговорили на себя. Одного повезли, вот Афанасьева отвезли, забыл сейчас в какой город, и он там значит, заболел и умер. У него был инфаркт обширный, тюремная больница ничего сделать не могла, но отдать им должное, они его отвезли в городскую больницу. Городская больница все там, что могла, сделала, но ничего сделать не смогли, он умер. Его жена приехала к нему, но не успела, он уже умер, когда она приехала. А Бомбышев, он сидел, значит, там, в Пензе, писал, уже ему писал, писал, что пиши представление на помилование, конечно, никто не помиловал его, но сейчас, полгода назад примерно, ему изменили меру пресечения на более легкую. Из-под стражи его отпустили на содержание в этом сам. Но не просто на этом сам, на невыезд, а еще с браслетом. И вот он, да, и в муниципальном округе, в Пушкине, он живет, у него квартира в Пушкине с женой. Вот он в пределах Пушкина может ходить с этим браслетом в магазины, там еще куда-то. Причем, три месяца не могли перевести пенсию ему, там она была у него там в тюрьме в этом, в Пензенской. Потом, значит, не переводили документы никакие. И он там просил разрешения работать, сидя в тюрьме, вел аспирантов в Венмехе. И вот сейчас он, значит, ну ему не приехать в город, в Венмех, он написал разрешение, не дали разрешение. Ну вот сейчас как-то там дистанционно. вот такая беда со шпионажем. Ну да, по сути, все, о чем мы сегодня говорили, иностранные агенты, и гостайны, и чуть-чуть коснулись Сталина, это все очень связано с тем, что может происходить с нами, если граждане не будут проявлять свою вот какую-то ответственность за свои жизни, за свою свободу, в том числе и гражданскую. Ну вот, к сожалению, у нас общество еще такое, что оно патерналистское общество, как бы брать за себя, на себя ответственность. Ведь что такое произошло в 91-м году? Вот произошла там, скажем, вот это вот какая-то у нас рухнул коммунистический режим вроде, да, и наступило что-то непонятное, переход от коммунизма к социализму. Ну, я напомню вам Леха Валенсу, помните такого, да, Солидарность Польши? Тот сказал, что написаны тысячи или миллионы книг о том, как перейти от капитализма к социализму, и нет ни одной книги, как вернуться обратно. Вот. Значит, вот это как вернуться обратно, вот мы каким-то образом на ощупь идем обратно. Значит, люди получили свободу и испугались. Потому что когда они свободны, они сами отвечают за себя. Вот кто-то из них там, живя на нищенской инженерной зарплате в каких-то ящиках, когда там военные заказы кончились, они поехали с сумками в Польшу, там, эти были, как их и называют, они челноки. И вдруг выяснилось, что челноки, когда они заработали деньги, оказалось, что они могут свободно заработать деньги, ни от кого не завися, они почувствовали себя совсем другими людьми. Но тут-то партия правительства, ну, наше постсоветское правительство, оно ж, по сути, те же коммунисты там, они-то испугались, что это люди самостоятельные. Они постепенно челночество прекратили под всякими разными операциями, там, налоги вводили, обирали их, там, большие за это, и вывезли, там, все это, торговлю, взяли на себя, на правительство, на государственные структуры или около государственной структуры, которые стали возить товары туда-обратно. Потому что вот эти люди, независимые, они, ну, вы понимаете, что вот если я 50 тысяч зарабатываю у государства, и 50 тысяч я зарабатываю в частной конторе или сам как-то там своим бизнесом, что лучше для человека? Конечно, второе. А многим лучше у государства. Ну, спокойно государство его обеспечило, он ни за что не отвечает. Ведь в Советском Союзе что еще было? Ведь мы плохо жили, а мы в этом были не виноваты. Кто-то виноват, другой был. Мы были не виноваты ни в чем. И вот это патернализм со стороны государства, это страшная вещь, когда государство старается держать под контролем людей финансовым, экономическим, юридическим и всяким другим, и когда государство берет ответственность за вас на себя, освобождая вас от ответственности за себя, это порождает вот очень тяжелые последствия, вообще говоря. Почему у нас народ до сих пор, вот посмотрите, голосуют за Единую Россию? Что бы с ними Единая Россия не делала, они все, за них голосуют. Голосуют учителя, голосуют врачи, голосуют совслужащие, грубо говоря, они все голосуют за Единую Россию. Ну, это как раз и есть то, о чем вы говорите. Да. Тогда будем надеяться на то, что мы все-таки не вернемся на вот этот железный, так сказать, железный рукавицы путь, и в принципе свобода граждан будет год от года, месяц от месяца только расти, увеличиваться. Спасибо, Юрий Иннокентьевич. Пожалуйста, надеюсь, что постепенно это будет так. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...